Здравствуйте! С вами Маргарита Отрощенко, Биологический музей имени Тимирязева. Сегодня мы будем строить дом для микробов. Но обычно наше внимание привлекают те бактерии, которые как-то связаны с нами. Например, живут в нас. Полезные или вредные. Но вообще-то бактерии многие тысячи видов, и большая часть из них с нами никак не пересекается. Мы сегодня с вами будем изучать именно таких бактерий, тех, которые населяют воду, почву. Они очень разные и очень интересные. Для начала нам с вами понадобится пойти на пруд. Подойдет также канава или даже большая лужа. И набрать там со дна грязи. Примерно 2 литра грязи нам понадобится. Кроме того, из того же водоема зачерпните примерно 1 литр воды. Собственно, в осадке, в той самой грязи на дне водоемов, и есть множество бактерий, с которыми мы с вами будем иметь дело. Теперь нам надо создать для них подходящие условия. Дом для бактерий, который мы делаем, называется колонка Виноградского. Изобрел такой способ изучения бактерий наш российский ученый Виноградский. Ну, у нас будет упрощенная колонка. В качестве нее будет использоваться обычная пластиковая бутылка. Лучше 2-литровая бутылка из-под пепси-колы. Важно, чтобы она была белая, то есть не синяя, не зеленая, не коричневая, а именно прозрачная. У этой бутылки мы отрезаем верхнюю часть. Ну, у меня не было 2-литровой, у меня полуторалитровая бутылка, тоже, думаю, ничего страшного. И получается у нас вот такой цилиндр. Теперь мы будем подготавливать среду, которую заливаем в бутылку. Кроме, собственно, бактерий в осадке, которые мы принесли, нам понадобится то, чем бактерии можно подкормить. Нам понадобится источник углерода и источник серы. Но для начала мы берем нашу грязь. Выкладываем ее в миску. Можно просто ложкой, у меня вот совок есть. Доливаем туда воды из того же водоема. Доводим консистенцию всего вот этого до примерно жидкой сметаны или густого молочного коктейля. Хорошо в процессе убрать из нашей грязи всякие ветки, камни. Но будьте тут осторожны, бывает и стекло какое-нибудь попадается. Поэтому работать лучше в перчатках. Теперь в качестве источника углерода у нас выступит целлюлоза. Основной углевод, из которого состоит древесина, один из основных. Все помнят, что бумагу делают из дерева. В качестве источника целлюлоза можно взять обычную старую газету. Если у вас нет старых газет, можно взять туалетную бумагу. Только лучше брать такую дешевую, не беленую, неаккуратно. В качестве источника серы лучше всего взять желток куриного яйца. В желтке куриного яйца содержится очень много серосодержащих белков. Именно поэтому тухлые яйца так неприятно пахнут. Когда испортятся, они выделяют сероводород. Белок нам не понадобится, можете его съесть. А желток мы используем. Итак, мы смешали в миске грязь с водой до состояния такого вот молочного коктейля. Примерно четверть аккуратно переливаем в другую миску. Это должна быть примерно четверть нашей двухлитровой бутылки. Высыпаем туда газеты. Крошим туда желток куриного яйца. И хорошенько перемешиваем. То есть тут у нас теперь есть бактерии и есть им еще что покушать. Дальше мы берем бутылку. И нам надо одну четверть бутылки заполнить этой смесью. Чтобы было удобно, можно сразу заранее отметить на бутылке. Ну, например, с помощью изоленты или с помощью перманентного маркера. Верхний край, до которого у нас все вообще заполнится. Да, не надо же, чтобы все выливалось. И, соответственно, половину и четверть. Тут не нужно особой точности. Если вы немножечко ошибетесь, ничего страшного с вами не случится. И с вашими микробами. Вот так вот я отмечаю. И очень хорошо держится. Можно и на глаз. Кладем в бутылку вот эту вот грязь. Как я уже говорила, одну четверть. Грязь с высоким содержанием углерода, потому что мы туда добавили газету. И высоким содержанием серы. Те микробы, которым для жизни нужны углеводы и сера, они будут очень рады. Для других микробов у нас будут другие условия. Дальше мы берем грязь без ничего и заполняем нашу бутылку примерно на три четверти. А дальше почти доверху доливаем воды. Той самой, которую мы принесли из пруда. Вот это наша колонка виноградского. Теперь, чтобы бактерии в ней начали размножаться, нам надо ее сверху затянуть пластиком. Взять обычный пакет и кусочек его вот так вот сверху. Можно приклеить скотчем или резинкой. Главное, чтобы было герметично. А дальше вот эту бутылку вы ставите в какое-нибудь светлое и теплое место. Пока тепло на даче, можете просто оставить на даче. Главное, что это свет и тепло. А теперь придется набраться терпения, потому что самые интересные результаты появятся где-нибудь через 6-8, а то и 10 недель. Но время от времени бутылку можно навещать и смотреть, что в ней происходит. А что происходит и что же такое колонка виноградского, я вам сейчас расскажу. Итак, колонка виноградского – это не просто какая-то культура бактерий. Это сообщество, экосистема, в котором разные бактерии живут, каждая в своих условиях. И мы можем увидеть, какие и где они живут, что им для жизни надо. Вот эту колонку виноградского я поставила примерно 2 месяца назад. То есть те самые 10 недель. И если приглядеться, то видно, что здесь есть разные слои появились. Сверху все какое-то зелененькое, пониже – коричневое, еще ниже – темно-красное. А под темно-красным могут встретиться еще какие-то зеленые пятна. Это все разные бактерии, живущие в своих условиях и обменивающиеся между собой, ну, как бы сказать, продуктами труда. Ведь в сообществе организмы тесно связаны между собой. Ну, простой привычный нам пример. Все мы знаем, что растения выделяют кислород, которым мы дышим, а мы выдыхаем углекислый газ, который нужен растению. Зачем он им нужен? Из углекислого газа и воды растения производят органические вещества, сахара, которые мы с вами, которые не умеют такого, потом потребляем. Да, процесс производства органических веществ из неорганических на свету называется фотосинтезом. И привычный нам фотосинтез тот, который есть у растений. Из углекислого газа и воды получаем всякие углеводы, сахара и выделяем лишний кислород. На самом деле в природе существует гораздо больше способов жить, чем такой, как у нас, и такой, как у растений. И бактерии как раз нам эти способы жизни демонстрируют. Вот сверху зелененький слой. Тут все понятно. Это цианобактерии или сине-зеленые водоросли. Уже слово водоросли приближает нас к растениям. У них самый классический фотосинтез. Они потребляют углекислый газ, выделяют кислород, синтезируют на свету углеводы. Свет у нас тут есть у всех бактерий, потому что мы нашу колонку виноградского держали в светлом месте. А вот с кислородом проблемы. Чем глубже, тем меньше кислорода. На дне кислорода уже не остается. И хорошо, там живут те бактерии, для которых кислород ядовит. Помните, мы, когда готовили колонку виноградского, на дне мы клали бумагу, как источник углерода, и яичный желток, как источник серы. То есть серы у нас снизу много. А по пути наверх, соответственно, серы будет становиться все меньше и меньше. Так вот, кроме классического фотосинтеза, существует у бактерий еще много всяких бескислородных фотосинтезов. То есть при которых органические вещества тоже синтезируются. Этим бактериям не надо на кого-то охотиться, не надо где-то питательные вещества себя добывать. Они могут их синтезировать сами. Но нужно им, возможно, например, не вода в добавлении к углекислому газу, а, скажем, сера. Вот так делают эти пурпурные серобактерии. Из сероводорода, того самого, который выделяется в тухлых яйцах, они делают серу, а из углекислого газа делают себе питательные вещества. А вот сверху, где такая рыжая зона, да, рыжая напоминает нам ржавчину. Там живут железобактерии. Они тоже делают себе питательные вещества, а попутно преобразуют соединение железа. Из одной формы в другую, да, дают нам же как раз ту самую ржавчину. Повыше на поверхности могут жить бактерии гетеротрофы, так называемые те, которые, как мы, никаких органических веществ не синтезируют, а перерабатывают чужие. На самом дне в черной зоне живут бактерии сульфат-редукторы, которые не поглощают сероводород, а наоборот выделяют его. И смотрите, как у нас хорошо получается. Вот там на дне бактерии выделяют сероводород, он поднимается наверх. Дальше там живут бактерии, которые его потребляют, но которым не нужен кислород. Более того, он для них ядовит, они умрут с кислородом. Еще дальше бактерии, которые уже нуждаются в кислороде, да, в тех зонах, где кислород еще как-то из воды проникает. Ну и, наконец, в воде уже живут сине-зеленые водоросли, а также плавают всякие вполне привычные нам растения и животные. То есть вот такое многослойное сообщество – это и есть то, как живут обычно бактерии. Они не живут каждый вид сами по себе, они все между собой связаны. Бывают и более сложные связи, более плотные, когда бактерии настолько тесно связаны друг с другом, что могут образовывать целые бактериальные рифы, так называемые строматолиты. Ну а у нас с вами, вот видите, есть колонка виноградского, в которой мы можем очень приблизительно посмотреть, какие разные бактерии бывают. Еще интереснее сделать несколько колонок виноградского из разных водоемов с разными добавочными элементами. Например, куда-то можно не добавлять яйца или добавить яичные скорлупы и сравнивать, что получается там или иначе. Потому что даже две совершенно одинаково сделанные колонки виноградского, они все равно окажутся немножко разными. Все равно в каждой истории жизни пойдет своим путем. Ну вот у меня, например, очень много красивых пурпурных серобактерий. Спасибо за внимание. С вами была Маргарита Отрощенко, Биологический музей имени Тимирядева. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok